Всем привет, с вами я. В этом видео я продолжу показывать разные интересные штуки при работе с текстом. Это еще называется кинетическая типография. Один ролик на эту тему у меня уже на канале есть, советую его посмотреть, кликая по подсказке в правом верхнем углу. Вот такие четыре простые техники я вам сегодня покажу. Мы создаем композицию, напишу текст, собаки лают, значит все правильно делаем. Поставлю его по центру, выберу прямоугольник и нарисую прямоугольник. Поставлю цвет белый. Опущу шейп ниже, почему-то текст, я видимо черный поставил, поставлю белый. Так, шейп наверное сделаю чуть поменьше. Вот так нормально. Скрою, нажму Ctrl D, чтобы сделать дубликат. Подниму это выше и опущу. Вот так. Теперь поменяю цвета, соответственно черную полосу на белую полосу, а черный текст, точнее белый текст на черный текст. Мне нравится эффект дроп шадоу, поэтому я его сюда добавлю. Только не на шейп, а на текст. Я делаю это на глаз, чтобы просто более красиво смотрелось. Да, он так будет более объемный. Во всех этих роликах используется одна основа. И в старом видео тоже она использовалась. То есть сейчас я покажу один раз, чтобы вспомнить и немножко другую технику покажу. Так как в прошлый раз я сюда копировал текст, ну то есть несколько раз, и анимировал по позиции. То есть у меня верхняя часть двигалась направо, нижняя налево. Сейчас я сделаю чуть по-другому. И покажу все это вот в первом ролике, а в остальных роликах я буду делать заготовку за кадром, чтобы не тянуть время. Поэтому вы уж там сами. Поэтому сейчас я захожу в Composition, Composition Settings, и также убираю. Сейчас посмотрим, как получилось. Если немножко промазали, можно всегда вернуть назад. Отлично. Теперь мы все это добро выделяем, нажимаем Shift-Ctrl-C, и берем все это в Pre-Compose. Отлично. Создаю новую композицию. Не забуду поменять вот здесь вот разрешение на нормальное. И добавлю сюда эффект Motion Tile. Теперь я это все растяну. Собственно, как и было раньше. Отлично. И здесь я сделаю анимацию движения. То есть я поставлю на 0 секунде вот здесь вот ключик. На последний. Можно сделать вниз. Можно и сделать вниз, собственно. И вот у нас движется вниз. Чтобы сделать промежуток поменьше, мы вернемся сюда, в заготовку, точнее в заготовку провалимся. И вот здесь вот просто уменьшим размер композиции. И все стало поменьше. Еще об одной фишке покажу, что, например, вот здесь вот можно, двигая градусы, сделать сдвиг. Например, вот так. Да, немного неровное получилось, но ничего, наверное, издалека вообще это не будет видно. Теперь я заготовку выделю, нажму Shift-Ctrl-C, поставлю обязательно галочку здесь и сделаю Pre-Compose. Теперь на него можно добавить вот такой эффект. И на этом, собственно, все. То есть здесь уже начинает тормозить. Чуть-чуть уберем качество. Здесь уже можно просто играться этими настройками, сделать более-менее что-то прикольное. Вот мы и получили такое искажение текста. На этом с техникой с этой все. Все-таки это не готовый ролик, а просто прием, как сделать такой текст. Поэтому ковыряйтесь, смотрите и идем дальше. Вторая часть будет совсем простая. Вот я подготовил заготовку, все сделал то же самое, а точнее просто изменил текст и убрал движение. Теперь я выбираю нашу композицию и добавляю на нее эффект. И добавляю на нее эффект сферайз. Собственно, на этом практически все. Радиусом мы делаем вот этот вот пузырь. И здесь вот мы, например, можем его центр сферы изменить. То есть поставить, например, вот здесь. Ставим ключ где-нибудь здесь, сюда, где-нибудь здесь. Поднимем выше, обратно и вправо. А здесь еще раз вправо и вверх. И вот он у нас вот так вот ездит. Опа. С этим разобрались, едем дальше. Третья часть ролика будет такая же простая, как и вторая. Я подготовил заготовку, то есть все то же самое. Не стал ничего придумывать, даже где-то, может быть, немного кривовато, но суть не в этом. То есть у меня просто движение идет слева направо. Теперь я выбираю композицию и добавляю CC сфера. Сделаю черный фон. Чуть-чуть приближу. И вот уже у нас получилось. Осталось только подкорректировать. Например, можно сделать радиус побольше. Раз. если раскрыть вот эти вот параметры, то здесь можно сделать затемнение, либо наоборот освещение. Мне вот так больше нравится. Либо... Ладно, нет, так, наверное, все-таки круто. Блик какой-то добавить. тут можно сделать прозрачность, но я думаю, в данном случае это ни к чему. Поменять цвет, то есть можно сделать кроваво-красное, например. ну, собственно, все и получилось. То есть всего лишь один эффект и уже что-то прикольное. Едем дальше. И, наконец-то, четвертая часть, она такая же простая, как все остальные. Я сделал заготовку, поменял текст только, чтобы он не мозолил глаз. У меня также он движется слева направо. Я выбираю композицию и добавляю CC-цилиндр эффект. Раскрою вот эти закладки, поставлю Rotation X на 90, чтобы он чуть-чуть перевернулся. Раскрою Position и Radius. Радиус я буду уменьшать, ну, там, пусть будет до до 20, это потом подкорректируем. И Position Z также будем увеличивать. чтобы она прям в камеру залетела. Отлично. Ну, вот уже полдела сделано. В этом эффекте такие же настройки, как и CC-сфера. Также можно играться контрастом, что-то осветлять, затемнять и так далее. Можно сделать, чтобы тоннель двигался, это поставить нужно ключ на Position Z и в конце поставить чуть-чуть в минус его еще загнать. То есть, мы будем приближаться. Либо наоборот сделать в самом начале, чтобы движение было так, вот здесь движение не справа налево, а наоборот сверху вниз, тогда мы бы вот здесь анимировали не Position Z, а Rotation. И тогда бы также у нас винтовно туда загонялся. Чтобы туннель стал чуть подальше, мы просто скопируем, выделяем свой, нажимаем Ctrl D и также проаннимируем позицию и радиус. Для начала надо начать с позиции. Просто ее немного отдалим туда. по-хорошему наверное нужно было сначала сделать длинный туннель, а потом уже проанимировать его приближение, но в целом вроде и так все хорошо получилось. Я показал четыре простых способа сделать искажение текста. Конечно можно еще с ними посидеть и поковыряться, накинуть нойз, блюр, что-то подкорректировать, но в этом нет необходимости. Это не законченный ролик, а просто техника. Для кого-то она покажется очень простой, но согласитесь, что начинать всегда лучше со снов. Такие манипуляции с текстом очень актуальны на сегодняшний день. Например, А на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели. Если видео понравилось и было полезно, вы знаете, что делать. Пока-пока. манипуляции